Разминка в центре тяжелой атлетики Югспорта с именитыми спортсменами. Об этом юные соческие самбисты могли только мечтать. А завтра они смогут увидеть поединки в рамках абсолютного Кубка мира по самбо. Решение о его проведении в Сочи было принято год назад. В прошлом году в Сочи прошел чемпионат мира по самбо. И как-то осталось очень хорошее впечатление от самого города, от Олимпийского парка, от того, как нас принимали. И было принято решение сделать это в Сочи. Так как это, собственно говоря, мы считаем спортивной стальницей нашей России. Организатором Кубка стала Ассоциация спортсменов «Мы родом из самбо». Сам турнир проводится на призы Союзного государства России и Белоруссии. Принимают участие 16 сильнейших спортсменов мира, в том числе из Германии, Нидерландов, Латвии, Украины, Узбекистана, Белоруссии. Это очень разница из спорта у нас. Я горжусь, что мы даже иногда побеждали Россию, а победить Россию в самбо – это то же самое, что Бразилию в футболе. Поэтому он у нас очень популярный. И без сомнения, что вот это решение войти нам, самбистам, в семью Олимпиады, в олимпийскую семью, еще большее развитие получит в Белоруссии. Самбо первым из российских национальных видов спорта получил олимпийский статус. Правда, пока временно. Такое решение принял НОК. И в 2024 году самбисты смогут принять участие в Олимпиаде. Стояло у истоков развития международного самбо. И мне, конечно, очень приятно, что наконец его признали. А его должны были признать, потому что очень красивый, динамичный, популярный вид спорта у молодых людей. А имена победителей абсолютного Кубка мира по самбо будут известны уже завтра вечером на закрытии международного турнира в центре Адлер-арена. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.